Вот. Так, а вы у себя где-то будете сразу заливать, да? Чтобы другие ребята смотрели. А мне передадите файлы, я их там, я их поставлю в очередь, время от времени они будут выходить на маткульт-привет. Так, ну хорошо, тогда поехали. Значит, курс наш называется... Ага, отличное начало. Так, надо было проверить, как он пишет. Курс наш называется «Теория колец и полей». Вот, но фактически это о диафантовых уравнениях, уравнения и другие классические задачи прошлых веков. Задачи прошлого. Ну и настоящего, в принципе, тоже в конце. В конце, но настоящий тоже. Так, я буду пока пытаться понять, какие тут все-таки пишущие фломастеры. Ну так ничего видно его или очень фигово видно? Камера плохо видно. Очень плохо видно, да? Так, ну нам... Да. Я думал, что тут будет полный набор новых фломастеров. Увы, эти мечты... Об идеальном мироустройстве, да? Все, ни одного нет, да? Ну никак, я не думал, что нужно мне на лекцию будет брать свой набор. Но вот, увы, сейчас мы вытащим отсюда хоть что-то, хоть как-то пишущее. Но все это, конечно, понятно, что это помойка. К сожалению, это просто помойка. Так, ну вот это более-менее, да, годится, наверное? Ну что же, попробуем. Вот. Ну давайте я приведу один конкретный пример, как из желания решить уравнение возникает желание рассмотреть некоторую новую числовую систему. Вот. И в остальном это будет так же устроено. Задача детская про кубики. У мальчика было некоторое количество кубиков, и он из них составил большой куб на полу. куб, состоящий из мелких-мелких кубиков. А потом папа у него забрал один кубик. И из оставшихся мальчик составил квадрат на полу. То есть в один ряд все кубики поставил в один ряд. Ну и вопрос, сколько могло быть кубиков изначально. Скажите, пожалуйста, какое уравнение мы должны решать? Одно из классических уравнений прошлых лет. И нужно его решать в натуральных числах или в целых. Это понятно, что совершенно то же самое, потому что все равно квадрат будет никак не меньше нуля. И, соответственно, х окажется автоматом числом положительным. Или, по крайней мере, ну да, числом положительным. Вот. Поэтому это то же самое. Ну и вот сейчас я вам расскажу полное его решение. И по пути будет, значит, необходимость работать в некоторой системе чисел новой. Полное его решение выглядит так. Мы переносим один в левую часть. И получается у квадрат плюс один, который мы раскладываем. Произведение у плюс и умножить на у минус и. И это вот должно быть равно у нас х в кубе. И понятно, что теперь нам, значит, нужно... Ну, намек состоит в том, что если есть произведение взаимопростых чисел, скажем, вам известно, что вот есть какие-то два числа взаимопростых, и их произведение равно квадрату или кубу, или там к этой степени некоторого числа. И это все обычные натуральные числа. То какой вывод я из этого могу сделать? Каждая из них к этой степени. Давайте я напомню, как этот вывод делается. Или поднимите руку, кто понимает, как этот вывод делается. Можно еще раз... Это взаимопростые натуральные числа. Давайте я тогда объясню. Значит, тут суть в том, что есть такая основная теорема арифметики. Мы ее еще вдоль и поперек пройдем. Но вот в натуральных числах вы ее знаете, наверное, да? Что любое натуральное число единственным способом представляется в виде произведения простых чисел, различных простых чисел в различных степенях. Ну, можно, например, их упорядочить по возрастанию. Так, все, наверное, можно немножко прикрыть на некоторое время, а потом снова откроем, когда станет жарко. Вот. То есть... А можно вот так и ставить. То есть если мы зададим на простых числах просто, что мы их упорядочим от меньшего к большему, но уже тогда про степени мы только утверждаем, что они все положительные, да? То есть мы отобрали те простые числа, на которые делится число n, и проверили, в какой максимальной степени оно делится, разложили таким образом. И основная теремия арифмистики говорит, что такое представление у любого натурального числа абсолютно единственное. Это мы чуть дальше как бы к ней еще вернемся, но пока мы можем вполне полагать, что вы, по крайней мере, знаете это утверждение, да? Хорошо, тогда давайте l разложим вот так. l. Пусть вот это не n было у нас, а l. Вот, вот это l. Тогда, что у меня справа? У меня p1 в степени k α1 на p2 в степени k α2, так далее, pR в степени k αR, не правда ли? А слева произведение двух взаимно простых по условию, да? По условию c1 перпендикулярно c2. Я буду вот такое обозначение использовать. Когда наибольший общий делитель равен единице, я в течение всего курса буду писать вот такой вот знак перпендикулярности. То есть два натуральных или два целых числа перпендикулярны друг другу, если у них нет общих делителей. Просто удобное обозначение. Вот. И теперь, значит, что мы можем сказать. Если мы разложим c1 и c2 на множители, то после того, как мы их перемножим, должно получиться в точности то же самое выражение, что и справа. Это означает, что на самом деле и у c1, и у c2, ну, те же самые простые множители, ну, некоторые из них, но в каких-то степенях. А вот теперь скажите, что следует из их взаимной простоты? Что если где-то уже есть множители, то все степени так. Правильно. Вот, скажем, p1 в степени k α1. Да? Вот если c1 делится на p1, то c2 не делится на p1. Значит, вся вот эта группа целиком влезает обязательно в этом случае в c1. Дальше идем. p2 тоже один из них явно делится на p2. Ну да, потому что, опять же, из-за основной теоремы арифметики, да, это p2 должно где-то там сидеть. Значит, если p2 сидит в c1, значит, и эта вся группа тоже залезает в c1. Ну, может быть, p2 на самом деле сидит в c2. Тогда в c1 не сидит, не имеет права. Из-за взаимной простоты. Как мы пробегаемся по всем простым, вот этим, p1, p2, так далее, pr. Пробежались и про каждую группу спросили, а где она сидит? И каждая группа целиком заявляет, я сижу там-то. Или я сижу здесь-то, да? То есть ни одна группа не разбивается частично, потому что иначе это приводит к нарушению взаимной простоты, а не его бы было делиться на c6b. Не очень быстро, все нормально, да? Все. То есть, соответственно, получается, что c1 это какое-то там p1 в степени k, альфа и 1. Тут обозначения мешают, как бы, работе. Их много, они только отвлекают от дела, да? Я просто хочу обозначить то, что какой-то набор p-шек здесь, там и, не знаю, v в степени k, альфа и v. Ну и у c2 аналогично. То есть это означает, что каждый из этих двух чисел, c1 и c2, тоже является при разложении на простые множители, представляется в виде произведения групп, в каждой из которых делится на k, степень, возводимая простого числа. Но это в точности означает, что из c1 и c2 извлекается на целый корень к этой степени. Вот, то есть c1, ну, c1 равно p там и 1 вот это в степени альфа и 1 и так далее, p и v в степени альфа и v. И все вместе в к этой степени. И c2 тоже. То есть из этого следует, что c1 равно l1 в к этой, c2 равно l2 в к этой. Так, значит, запомните этот прием, ибо он будет лейтмотивным для всего нашего курса. Он будет в самых разных ситуациях. Но вот я хочу его вот в этой ситуации применить. Что мне мешает? Мне мешает два разных обстоятельства. Первое, что это не целые числа, ничего мы про них не знаем, правда? Какие-то комплексные. Ну, комплексные числа как таковые у вас уже были, да? Вот. А я хочу про какие-то целые комплексные говорить. Целые комплексные. Потому что если говорить про обычные комплексные, ничего из делимости нельзя вывести. Любое комплексное число делится на любое другое, а не на любое комплексное число. В силу свойств того, что это образует поле, да? Вы уже знаете определение поля. Комплексные числа, очевидно, образуют поле. Можно складывать, вычитать, умножать и делить. И поэтому никакой теории делимости быть не может. А чтобы была теория делимости, нужно рассмотреть целые комплексные числа, которые определяются совершенно очевидным образом. Это числа вида А плюс БИ, где А и Б обычные целые числа. Вот это вот множество, оно называется Z от И. Почему оно так называется? Я тоже чуть-чуть пока отложу на будущее. Но хочу, прошу обратить ваше внимание, что множество всех таких чисел, во-первых, очень просто изображается на плоскости всех комплексных чисел, правда? У каждого из вас они есть в тетрадке. Это просто клетчатая тетрадь. Узлы клетчатой тетради. Нет ничего нагляднее комплексных целых, но их, как бы, я уже сразу скажу, называют гауссовые. Гаусс будет появляться, как дух гауса мы будем вызывать, в общем, каждую встречу, и, наверное, по нескольку раз. Потому что это один из главных творителей теории чисел тех времен. Ну и, собственно, той, которую еще можно как-то разумно изложить студентам. То, что оно придумано в 20 веке, уже, честно говоря, я вообще не понимаю. Ну, или почти не понимаю. Вот, и уж точно, да, рассказать никому не смогу. А вот то, что в курсах обычных рассказывается, это 18-19 век. То есть, фактически, это гаусс и еще предшественники. Эйлер, фирма, у нас там будут всякие теоремы Эйлера, то да сё. Так вот, это, значит, гауссовые числа. Это числа комплексно целые. То есть, просто все комплексные числа с целыми вещественной и мнимой частью. Вот тут вот нулевое. Тут сидит И. И это 0 плюс 1 раз И. Вот, тут сидит 1, тут минус 1 и минус И. Так, значит, нам, ну, очевидно, можно их складывать и вычитать. Правда? Как векторы просто. Если вы два таких вектора нарисуете и с ними произведете там векторное сложение, ну, вот получится как раз сумма таких. Ну, а чтобы вычесть, нужно в другую сторону направить, сделать сумму с противоположным. Ну, то есть, про вычитание и сложение понятно, что работает как обычные комплексные числа, все то же самое. Умножение. Умножение тоже всегда осуществимо. именно внутри комплексных чисел. Для этого надо, как это сказать, не париться по поводу того, как умножаются комплексные числа. Вы, наверное, знаете, как умножаются, да? Перемножаются модули и складываются углы. Но, чтобы понять, что два таких числа при произведении дают тоже такое число, лучше просто их взять и в лоб перемножить. Давайте посмотрим, какой будет результат. Диктуйте мне, какая будет вещественная часть. АС минус БД. А мнимая? Да. Вот. То есть, что я хочу отметить? Что это тоже целые числа. Поэтому при произведении, при перемножении двух гауссовых чисел рождается гауссовое число. А вот с делением все уже не так просто, потому что иногда получаются какие-то дроби. Если вы делите по правилам обычных комплексных чисел, то внизу возникает корень квадратный из суммы квадратов. Ну, в общем, это число... Возникает дробное число. То есть, дробное комплексное число, в котором вот эти вот будут дробными. А нам интересны ситуации, когда возникает целое. Вот. Поэтому мы можем развить в этих гауссовых числах обычную теорию делимости распространить. Мы говорим, что просто число α плюс βi делится на а плюс βi. Мы говорим, да? Мы говорим, что α плюс βi делится на а плюс βi. В том и только том случае я был знаком вживую с Валерием Ивановичем Опойцевым, он же БОС, автор 15 учебников математики. Сборник, который я всем рекомендую. Это математика на высоте птичьего полета. То есть, такая как бы... Все про идеи. Вот то, что касается каких-то тонкостей, отсылается к обычным учебникам. Вот. А в учебниках, ну, как бы он настаивает, что это нужно именно как дополнительный материал. То есть, вот читаешь матанализ, потом его книгу матанализа читаешь, чтобы понять, что и для чего существует. А потом возвращаешься к обычной книге. Там, значит, длиннющие доказательства, какие-то выкладки, да? То же самое с линейной алгеброй, с теорией чисел, со всем. Он написал по всем основным разделам математики свое такое вот введение птичьего полета. И как-то мы с ним были знакомы. К сожалению, он в 18-м году уже умер. И вот он изобрел по аналогии с английским if, которое вы, наверное, уже видели, да, в некоторых книгах. If and only if. Пишут if. А он изобрел в том, в том и только том. Вот. То есть тоже для сокращения вот это, ну, вот это как бы вот это я использую, да, часто. И вот это буду часто использовать. В том случае, значит, в том и только том. Это вот благодаря Боссу. Это у него псевдоним такой. Вот. Так вот, в том случае, когда существует гауссово число c плюс di, да, из z от i, со свойством, ну, и дальше я могу написать со свойством, что альфа равно ac минус bd, а а бета равно ad плюс bc. Или что то же самое со свойством, что альфа плюс бета i равняется гауссовому произведению, да, обычному произведению комплексному, двух гауссовых чисел. Вот. Возникает теория делимости. Ну, и постепенно мы переходим к тому, что мы можем попробовать воспользоваться вот этим приемом. Но, смотрите, что тут нужно сказать? Ну, вот, есть некоторая проблема уже даже в целых числах, а не в натуральных. Потому что в целых числах трижды семь это еще минус три на минус семь. Вы согласны со мной? И получается, что уже даже в обычных целых числах, в отличие от натуральных, единственности полноценной и полновесной нет. А именно всегда нужно говорить с точностью до минус единицы. То есть, любое разложение на множители можно испортить, напихав четное количество минус единиц, да, то есть в четном количестве мест изменив знак. И от этого ничего не изменится с произведением, но вроде как формально изменится сам состав. Ну, и мы говорим, что с точностью до, то есть минус три и три, мы не отличаем, мы их вообще не различаем. Мы говорим, это одно и то же число с точки зрения делимости. Три и минус три, ну, разные, конечно, числа, но с точки зрения делимости одно и то же. И к этому есть несколько подходов. Как минимум три подхода. Значит, первый подход стоит в том, что если два числа противоположны, то они делятся на один и тот же набор чисел. То есть набор их делителей одинаковый. Минус семь делится на те же числа. Минус семь, минус один, один и семь, что и семь. Минус двенадцать делится на тот же длинный набор чисел, что и двенадцать. А с другой стороны можно подойти так, что если какое-то число делится на семь, то и на минус семь тоже делится. То есть множество их кратных тоже совпадают. Они дословно совпадают. Эти два множества совпадают как множество. Но вот множество кратных в математике носит название идеал. Но на самом деле идеал это нечто более широкое. Сейчас я вас обманываю просто откровенно, на камеру причем. Но для каждого числа можно породить идеал всех чисел, которые на него делятся. Я определение идеала сейчас не даю, чтобы не загрузить сразу же. Все будет постепенно развиваться. Но и когда мы определим понятие идеала, то выяснится, что множество всех кратных любого числа образует идеал. Он даже носит такое название «главный идеал». А не было в ОКТЧ про главные идеалы? Ничего не было? О, отлично. Значит, будет. И тогда мы просто скажем, что идеалы у чисел 7 и минус 7 совпадают. Ну и не будем различать с точки зрения делимости их. Ну и, соответственно, тут тоже нам надо что сказать? Нам теперь надо сказать, что в гауссовых числах все будет еще немножко веселее. потому что кроме чисел 1 и минус 1, которые портят нам малину, нам еще числа i и минус i тоже испортят малину. Потому что любое число делится на i в гауссовом смысле. А именно, если я разделю на i, то будет b минус a i. И видно, что коэффициенты у него тоже целые. Поэтому на самом деле любое число, оно делится на 4 гауссовых числа. 1 минус 1 и минус i. Поэтому тут важно понимать, что какое бы я ни взял число, с точки зрения делимости, оно будет себя вести так же, как оно же умножить на i. Вот, скажем, это 3 плюс 2i. Это минус 2 плюс 3i. Это минус 3 минус 2i. И, наконец, вот это 2 минус 3i. И они, вот они все входят в такую квадратную красивую орбиту. То есть, если я возьму любое гауссовое число, то я могу его повернуть на 90 градусов, 180, 270 и 360 вернуть в исходную точку. Я заметаю квадрат. 4 вершины квадрата — это те числа, которые абсолютно одинаковые с точки зрения любой делимости. То есть, по тем же причинам любое из них делится на один и тот же набор чисел, как и любое другое. И наоборот, все, кто делится на это, делятся и на эти остальные. Поэтому с точки зрения делимости возникает досадная деталь. Если простое число в натуральных числах было то, которое имеет ровно 2 делителя, то уже в целых это число, которое имеет ровно 4 делителя. Правда? Можно так даже определить. Чисто формально определить. Простым числом называется число, целое число, имеющее ровно 4 делителя. Мы, кстати, автоматом таким образом уберем как 0, так и единицы с минус единицей, потому что у единицы с минус единицей будет только 2 делителя. У нуля их будет бесконечное количество. Поэтому, когда мы скажем, что простым числом называется целое число, имеющее ровно 4 делителя, это даже короче, чем обычное определение. Простое число — это число больше единицы, у которого только 2 делителя. Здесь ничего не надо будет уточнять. А, нет, простое число больше единицы, которое делится только на себя и на единицу. Это такое длинное определение. А можно короче. Это то, у которого 4 делителя. А в гауссовых числах мы простым назовем то, у которого ровно 8 делителей. Все понятно, да? То есть 8 все равно ему гарантированно. Но я хочу убрать вот эти из простых. Почему я убираю эти из простых? По той же причине, почему я их убирал в целых числах. Дело в том, что они делят любое гауссовое число. В частности, единицу они делят. И вот в любой системе чисел, называемое кольцо, где мы умеем складывать, вычитать и умножать, мы первым делом перейдем к множеству всех обратимых, это называется обратимые, обратимые элементы кольца. Ну и они будут всегда образовывать группу. Образуют группу. Это вы уже узнали, да? Вот эти вот группа кольцового слова узнали? Группа по умножению относительно умножения. То есть иными словами, если перемножить два обратимых элемента, получится обратимый элемент, и если взять обратный к обратимому, он тоже будет обратимый. Остальные аксиомы группы гарантируются просто правилами действия в кольце. То есть то, что там ассоциативность есть, то, что единица есть, она и так есть в кольце. То есть остальное все и так понятно, нужно проверять только, что произведение двух обратимых обратимое, и у каждого обратимого есть обратный. Ну вот, например, в этом случае у меня все понятно. Вот единица, обратный для i это минус i, обратный для минус 1 это минус 1. Ну и понятно, что любые произведения двух элементов из этого квадратика дают тоже элементы этого квадратика. То есть речь идет о группе. Из четырех элементов она устроена так же, как группа остатков отделения на 4, но там по сложению, а здесь по умножению. То есть она циклическая. Но это мы еще все будем разбирать, знакомиться с этими всеми конструкциями. Циклические группы и так далее. Циклическая. То есть я беру i, i квадрат, i в кубе, i в четвертой уже равно единице. И вот я степенями i замотал всю группу уже. Вот такие группы называются циклические, когда есть один элемент, который все наматывают на себя степенями. Так, ну и теперь мы можем уже перейти к взаимно простым. То есть, значит, скажем, a плюс b и перпендикулярно c плюс d и. В том случае, если множество их общих делителей, это что? Какое множество? 1 минус 1 и минус i. То есть в точности множество всех обратимых элементов нашего кольца, которые вот эти множества обратимых гарантируются им в качестве делителей. Всегда, любому числу. И вот если у двух чисел общие делители только вот эти четыре, то мы говорим о взаимной простоте. И на самом деле запись этого иногда все-таки используется как нод равен единице. Вот видите, почему я люблю вот это вот обозначение перпендикулярности? Потому что вот здесь неверная на самом деле информация. Не только единицы. Единицы и минус 1 и минус i. Просто здесь все в териоде делимости всегда с точностью до этих обратимых происходит. Вообще всегда. И поэтому, когда я пишу равно единице, всем как бы все понятно. Но понятно тем, кто давно в теме. А если я пишу перпендикулярно, ну вот это вот ровно то, что я хочу сказать. У них крайне мало общих делителей. Ровно столько, сколько им гарантировано изначально, просто как гауссовым числом. А больше ничего не гарантировано. Вот если их больше нет, то все. Ну вот, и теперь я должен доказать какую-то похожую теорему. То есть я должен утверждать, что если два числа взаимно простые, то каждый из них куб. Это первое. А второе это, посмотрите, они правда взаимно простые или все-таки они не взаимно простые. Значит, первая вот эта вот теорема, она будет верной с точностью до некоторого эффекта. До некоторого эффекта. Который виден еще даже на примере здесь. Ведь я бы мог написать минус c1 умножить на минус c2. Правда? И вот, например, если к здесь равно двойке или четверке. Я же никак не мог утверждать, что минус c1 является квадратом и минус c2 является квадратом. А что я мог утверждать тогда? Что с точностью до знака? Что с точностью до этой самой минус единицы, которая портит вот эту всю малину в целых числах, да? То есть утверждение в натуральных числах выглядит ровно так, как я написал. Если c1, c2 равно l в катый, то c1 равно l1 в катый и c2 равно l2 в катый. Утверждение в целых выглядит уже немножко более пакостно. А именно, в целых числах, если произведение двух чисел равно катый степени, то каждый из них с точностью до знака равно катый степени. Так, и, наконец, в гауссовых, как вы догадываетесь, будет еще более пакостно. А именно, будет написано, что каждый из них с точностью до домножения на обратимый является катой степенью. Ну, в нашем случае, в нашем случае все очень хорошо, потому что степень третья, а каждый обратимый – это чей-то куб. И это далеко не всегда такая вот халява у нас будет. Некоторые уравнения придется безумно долго мучить из-за вот этой обратимости как раз. Особенно, когда обратимых там бесконечное количество. В некоторых кольцах обратимых бесконечное количество, и нужно их вымучивать. Каждый раз вот утверждение с точки до обратимых – это с точки до бесконечности, ну, понятно, то есть с безумной плохой точностью. Но в данном случае, ну, вот если мы пройдем всю эту обычную дорогу с основной теоремой арифметики, а пока я ее не прохожу, я хочу на примере показать, что мы будем делать дальше, то тогда мы, ну, там, в какой-то момент поймем, что они должны быть такие взаимно простые, и захотим применить нашу теорему. И тогда мы скажем, что каждый из них является кубом гауссового числа с точностью до домножения на обратимый. Но так как любой обратимый – это тоже куб, то этот куб можно внести в тот куб. Да? То есть, скажем, докажем мы, что у плюс и равно альфа плюс бета и в кубе с точностью до умножения на обратимый. Но какой бы здесь ни был обратимый, тут тоже куб окажется, да? Поэтому я его внутренне вношу, и, соответственно, можно просто нагло заявить, что в силу того, что любой обратимый является кубом, вот такое равенство при взаимно простых гауссовых числах влечет то, что каждый из них прямо точно куб, без всяких оговорок. Точный куб. Вот. И поэтому, и поэтому можно будет это написать. Но пока мы не можем это написать, потому что надо понять, а они правда взаимно простые или все-таки нет? Но даже опуская основную теорему арифметики, из которой это следует, основную теорему арифметики мы будем разбирать дальше. в очень общем контексте, в контексте так называемых евклидовых колец. Вот. А пока мы предположим, что мы ее доказали, что в гауссовых числах она верна, естественно, с оговоркой на вот эти вот обратимые, с точностью до обратимых. И тогда встает вопрос, а взаимно ли просто эти два числа? Или все-таки нет? Давайте подумаем, на что они могли бы делиться. Ну-ка, действительно, вот если у нечетно, то у нас некоторые проблемы. Как у нас проблемы, да? Любое число, у которого одинакового знака, вещественные мнимые части, делится на один плюсы. Вот один плюсы. Блин, как же жалко, что я не взял фломастеры. Я бы хотел здесь красным это нарисовать. Вот сюда должно быть красным было бы. Тогда, значит, вот это будет один плюсы умножить на и, да? Ой, извиняюсь, один, нет, это не один плюсы умножить на и. Это один плюсы умножить на один плюсы. Это в квадрате. Вот, это, значит, вот один плюсы умножить на и, вот один плюсы на минусы. Вот получается такая, значит, такой вот квадрат. Ну, дальше, как бы, вот прибавляя кратные один плюсы, вы видите, что я попадаю во все точки. То есть все кратные числа один плюсы, это в точности все числа, не туда попал, сейчас, не туда куда-то попал, не туда, туда вот сюда, да, вот сюда, да, вот так вот они. Вот, все числа, у которых, это самое, значит, у которых вещественные мнимые части одного знака, либо оба нечетные, либо оба четные. Вот, ну, можно это в качестве упражнения просто сформулировать, там, будут какие-то упражнения, да, у вас в листочках упражнения, доказать этот факт, что альфа плюс бета и делится на один плюсы в гауссовых числах в том случае, когда альфа и бета одной четности. Так, ну, давайте разберемся, разберемся с этой ситуацией более досконально. Дело в том, что это уравнение, мы это решаем, вообще-то, в начале в n, правда, в натуральных, и в натуральных оно гарантирует некоторую четность и нечетность x и y. Давайте подумаем, какую. Предположим, что x четно. Предположим, что x четно. Тогда вот это вот число делится на 8. и, соответственно, y квадрат должно иметь вид, так, если x четно, то y квадрат имеет вид 8k плюс 7. В силу этого уравнения. Правильно? Но 8k плюс 7, в частности, это 4k плюс 3. Ну, то есть, так сказать, это частный случай вот этого, да? Любое число вида 8k плюс 7 дает остаток 3, определение на 4. Ну, давайте с волной. И в чем проблема? Это, я думаю, что все, да, понимают. То есть, если число четное, то оно в квадрате на целое делится на 4. Если оно нечетное, то оно 2l плюс 1. В его из квадрата 4l квадрат плюс 4l плюс 1. И видно, что у нас единица только может быть определение на 4 у нечетного квадрата. Поэтому это было бы противоречием. Противоречием. Вот. Поэтому вот из этого уравнения уже автоматом из y квадрат равно x кубе минус 1 автоматом y четно, x нечетно. Ну, они, видно, что разные четности, да, в силу того, что она отличается на единице их степени. Вот. Поэтому, так как мы поняли, что x четно несовместимо с арифметикой обычной, целочисленной, то, соответственно, x нечетно, следовательно, y четно. Но если y четно, то тогда y плюс i не делится на 1 плюс i. Правильно? А теперь давайте предположим, что у этих двух чисел есть какой-то общий делитель. Какой-то общий делитель. Но если есть какой-то, есть и простой. Давайте рассмотрим какой-нибудь простой. Гауссов простой, да? Гауссов простой и общий делитель. А я не сказал, что такое Гауссов простой. Это тот, у которого ровно 8 делителей. Сказал, да? Ровно 8 делителей. 1i минус 1 минус i, число, i на число, минус число, минус i на число Так вот, предположим, что они оба делятся на какое-то гауссовое число Тогда их разность тоже делится на это число А их разность это что? 2i, то есть 2i делится на какое-то гауссовое число x плюс y И тут не при делах, как мы знаем, его можно стирать В утверждениях про делимость оно никакого значения не имеет Ну и 2i, на самом деле я даже мог бы и не стирать Потому что 2i это 1 плюс i в квадрате, это даже удобнее Делится на какое-то простое число гауссово Но 1 плюс i квадрат, ну это все, это как бы 1 плюс i, это простое число Мы его возьмем в квадрат Почему 1 плюс i простое, спросите вы меня Как доказать, что 1 плюс i является простым числом? Давайте это тоже будет упражнением Но очень простым упражнением Так, 1 плюс i простое Но вообще, как устроены простые числа среди гауссов Мы обязательно будем изучать их очень подробно Поэтому можно считать, что это часть будущей программы Вот, ну а если так, то тогда x плюс y это обязательно 1 плюс i То есть все, что остается, это 1 плюс i А, ну 1 плюс i мы уже исключили делимость Вот работа, в общем-то, подходит к концу То есть мы записали вот это выражение в гауссовых числах Дальше мы заметили, что в силу этого уравнения в натуральных у нас y четно Раз четно, то у плюсы не делится на 1 плюсы А у этих двух одновременно может быть только делитель числа 2i Но делитель числа 2i может быть только 1 плюсы, никаких других нет Поэтому все остальные простые числа исключены вот этим фактом А 1 плюс i исключен четностью y Следственно, мы доказали взаимную простоту этих двух чисел В гауссовых числах у них нет больше делителей А значит, каждая из них, куб, в силу того замечания, что с точностью до обратимых не надо даже говорить Вот, ну и вот это уже, в общем, конец Давайте я вот это сотру, это сотру и завершу решение этого уравнения Я не знаю, как его решать без гауссовых чисел, между прочим Говорят, есть какие-то решения у всех этих уравнений, какие-то есть Но они настолько через одно далекое место, что, в общем, лучше уж гауссовых Итак, y плюс i из этого равенства обязательно равно Какие-нибудь новые буквы изобрести Или, бог с ними, давай, а ничего, если опять альфа плюс b и напишу? Нормально? В кубе Так, а теперь мы разложим это на, ну, как бы, разложим это Как куб этого, куб, да, формула, куб суммы, да? Так, диктуете Тут надо быть аккуратным из-за i Альфа в кубе, что дальше? 3 альфа квадрат бета и Далее Минус 3 альфа бета квадрат Минус бета в кубе и Правильно? И, следовательно, мы можем посмотреть, что тут при i, что тут не при i А то, что при i равно единице, потому что здесь y плюс 1 раз i А то, что не при i равно y То есть y это будет альфа в кубе минус 3 альфа бета квадрат А единица, внимание, будет 3 альфа квадрат бета За вычетом бета в кубе Что это означает для беты? Да, это же уже в обычных числах В целых И у нас в целых числах бета выносится за скобки В некотором уравнении, которое равно единице в результате То есть отсюда сразу же следует, что бета равно плюс-минус единице Я давайте так напишу 1 равно 3 альфа квадрат минус бета квадрат умножить на бету Я вот в таком виде напишу И тогда ясно, что либо оба единица 3 альфа квадрат минус бета квадрат равно 1 И бета равно 1 Либо оба минус 1 3 альфа квадрат минус бета квадрат равно минус 1 И β тоже равно минус 1, правда? Так? То есть у меня все свелось к одному из двух этих уравнений. Но я утверждаю, что вот это вот неосуществимо, правда? Если β равно 1 подставить наверх, что у меня будет? 3α² в целых числах равно 2. Квадрат целого числа α равен 2 третьям. Значит, это неосуществимо, и тогда обязательно остается последнее. β равно минус 1, и 3α² минус β² равно минус 1. Что это означает для числа α? Чему оно равно? 0. Потому что β² это 1, минус β² это минус 1, минус 1 сократилось. 3α² равно 0. То есть α равно 0. Поэтому из вот этого вот утверждения про кубы α равно 0, а β минус 1. Следовательно, у плюс i, как гауссовое число, равно минус i в кубе. То есть у плюс i равно i, а следовательный у равен 0. Задача решена. Кубиков был 1. y равно 0, и x равно 1. Значит, был один кубик, он сложил из него куб. Папа украл кубик, осталось 0 кубиков, он сложил пустой квадрат. Это единственная возможность. То есть мы доказали переходом... Да, кстати, у вас есть перерыв в середине лекции или нету? Что-то я как-то его уже пропустил наверняка. Обычно есть. Слушайте, сейчас 9.58. А до скольки вообще лекция? Ну что, сделать перерыв или нет? Давайте сегодня, потом я буду делать. Сегодня не сделаем, а потом я буду делать. Сегодня такой вводный, спокойный. Итак, выйдя в гауссовое число, мы сумели установить некий довольно удивительный и неожиданный факт про целые числа. Ну или там натуральные. Что куб рядом с квадратом никогда не стоит выше него на единичку. Такого не бывает. Но помилуйте, это же утверждение связано с натуральными числами, причем тут гауссовые, да? То есть получается, что арифметика гауссовых чисел позволила доказать теорему про совершенно обычные натуральные, совершенно не имеющие никакого отношения к каким-либо и. И вот это очень важная история, которая повторяется постоянно. На самом деле это история про всю математику, в сущности. Все конструкции, которые математика изобретает, они связаны с необходимостью решать те или иные уравнения или устанавливать те или иные факты про обычные числа. Изначально про обычные, потом уже. Потом уже люди привыкают к гауссовым числам, начинают сформулировать аксиомы там, да? Какие-то утверждения, точнее, там аксиомы, теоремы. То есть там, скажем, есть гауссовые цепные дроби. Ох, ё-моё! Гауссовые числа появлялись, чтобы решать обычные уравнения. Но человек, что пошло дальше, спросил, а можно устроить гауссовые цепные дроби? А можно в гауссовых числах сформулировать какие-нибудь знаменитые утверждения из области целых чисел. То есть, как это называется, как приручили каких-то домашних животных, да? Вот так же приручают вот эти вот дикие системы, и они становятся уже домашними, и уже ставятся обычные вопросы, которые ставились для целых, ставятся уже в них. Но это уже второй этап. А появлялись они для того, чтобы решить какие-то обычные уравнения. Отлично, но вы меня должны сейчас спросить, если вы как бы, вот как канонический математик будете размышлять, вы должны меня спросить, а может ли быть в обратную сторону? Вот y квадрат равно x кубе плюс один, а не минус один, да? Вот, оказывается, что это значительно более сложная теорема, значительно более сложная, которую я сам в 57-й школе когда-то смог доказать с помощью там еще и обращения к учебникам по... Ну, то есть, как бы с помощью некоторых подпорок смог доказать, и впоследствии я это доказательство забыл, мне его принесли год назад, оно на 5 страниц очень сложного текста. В общем, я вас не буду им грузить, вот, потому что в теории чисел должен быть соблюден баланс между, как бы, красотой и чудовищным количеством технических моментов. Вот, так что это вот уравнение мы решать не будем, но я могу написать, по крайней мере, ответ. Ответ. Вот, если мы ищем в натуральных числах решение такого уравнения, то я думаю, что вы уже догадались до ответа. Да, да. Х равно 2, у равно 3. Никаких других вариантов нет. Ну, 0,1, но это не в натуральных, как бы, да. Хотя студенты 0 считают натуральным числом, так что 0,1 тоже должен считаться. 0,1, 0, минус 1. Но если брать в целых, да, в целых, в целых, да, но к этому мы, на самом деле, вернемся в конце курса, когда будут эллиптические кривые у нас. Потому что это типичный пример. В целых числах там будут такие. Значит, минус 1, 0. Дальше 0 плюс минус 1. И 2 плюс минус 3. Еще добавится некоторое решение, которое называется бесконечность. Но это я спойлю, это я уже спойлю. Будет некоторое решение, которое будет называться бесконечность, и все это вместе будет образовывать группу остатков отделения на 6. Ну, точнее, группу, которая будет, как говорится, изоморф на группе остатков отделения на 6. То есть будет, в ней будут операции также устроены. Но как именно эта группа устроена, об этом я буду говорить уже потом. когда мы будем заниматься эллиптическими кривыми. Это где-нибудь в апреле, наверное, будет. Так. Теперь некоторый общий план. Я сейчас, значит, напишу, какие уравнения нас еще будут интересовать. Вот. И с какими мы будем встречаться объектами. Ну, во-первых, основной объект, который мы будем, значит, это самое изучать, он обобщает вот такую вот таблицу сложения и вот такую таблицу умножения. Помните, где-то в детском саду, ну, или в начальной школе, я уж не знаю, в какой, не помню. Нет, скорее, наверное, в средней. Были правила... Нет, кстати, у Света в начальной. Были правила общения с четными и нечетными числами. Сумма четного и нечетного числа всегда нечетна. Сумма двух четных или двух нечетных всегда четна. То есть тут должно было быть написать ЧН, ЧН. Тут знак плюс в скобочках вот таких вот круглых, то есть в кружочке. Тут Че, тут Че, тут Н, тут Н. И дальше правила общения с теми же четными и нечетными только относительно умножения звучало так. Произведение двух четных четно, произведение четного и нечетного четно, и вообще, можно так сказать, произведение любого четного и любого вообще числа всегда будет четным. А вот два нечетных при умножении идут нечетные. Ну и там какие-то потом обобщения идут, что сумма произвольного набора чисел будет четной, если количество нечетных в ней четно, и нечетной, если количество нечетных в ней нечетно. Произведение любого количества чисел будет четным, если там вкрапится хотя бы одно четное, и нечетным, если ни одного четного в нем не вкрапится. И на этом основана куча детских задач там. Почему нельзя что-то там как-то разбить на какие-то куски. Ну, в общем, всякие олимпиадные задачи, они основаны на эффект чет-мечет, а мы это обобщим до такого понятия, как конечная арифметика. Вот. Я помню, что я спрашивал еще у своего школьного учителя давным-давно, а почему нельзя сформулировать то же самое правило. Сумма делящихся на 3 делится на 3, сумма делящегося и не делящегося не делится, сумма двух не делящихся на 3 делится на 3. Учитель был не дурак, точнее, не дурочка, и сразу ответил, потому что такое правило не будет работать. Это еще, кстати, в старой школе был. Не в 57-й. А почему же оно не будет работать? А потому что возьмем два числа не делящихся на 3, 1 и 2. Сумма делится на 3, но пока все хорошо. Два нечетных в сумме четное дают, да? А теперь возьмем два числа, 1 и 4. Сумма не делится на 3. То есть получается, что нам потребуется какая-то большая определенность. Чему именно равен остаток, если он не равен нулю? В случае числа 2 все понятно, остаток, если он не равен нулю, равен единице, и все, приехали. А в случае числа 3 уже возникает проблема. И с произведением, что там у нас с произведением? Ну, с произведением, кстати, как... Ну, вот эта картина, она сохранится. Просто будет интересно мне узнать, как конкретно себя ведут остатки 1 и 2. А так, ну, произведение сохранится в ситуации, что перемножение любого числа делящегося на 3 на любое вообще число будет делиться на 3. А перемножение двух чисел, которые не делятся на 3, никогда не будет делиться на 3. То есть эта табличка как бы сохранится, но после того, как мы поняли, что вот это меняется, и не может быть в таком виде представлено, нам уже стало бы интересно, конечно, 0, 1 и 2. То есть все возможные остатки. И тогда, значит, по плюсу у меня получается очевидная таблица 0, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 1, да? Это сложение. То есть правило сложения чисел как остатков отделения на 3 совершенно очевидно. Складываете и берете потом остатки отделения на 3. 2 плюс 2 — это 1. А умножение будет выглядеть следующим образом. Умножение будет выглядеть следующим образом. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 1. Вот полное уточнение. Но в таком виде уже в детском, по крайней мере, возрасте не проходят. Проходят дальше. В математике уже настоящий конечную арифметику надо знать на зубок. Все, что с ней связано, нужно знать наизусть. И это то, с чего мы начнем. То есть я прошу прощения сразу тех, кто это и так знает. А поднимите руку, кто уверен, что он с этим объектом отлично общается и без меня. Я не обижусь. Ну, тогда точно будем. Тогда точно повторим. То есть я думаю, если все сразу поднимут руки, тогда я уже задумаюсь, наверное, на ОКТЧ было это очень подробно. И тогда это можно пропустить. Все, тогда мы это обязательно сделаем. Ну и понятно, что возникает вопрос дальше про любое число и остатки отделения на него. Вот здесь еще одно, используя обозначение. Мод М. Конечная арифметика мод М. Здесь М больше единицы натуральное число. Ну, или целое больше единицы, потому что там же натуральное больше единицы. То есть это любое число, не обязательно простое. И мы рассматриваем вот такие таблички. Мы берем, перечисляем все возможные остатки, все. И рисуем таблицы, соответствующие таблицы остатков сложения и умножения. Ну и вместе со сложением и умножением мы, конечно, изучаем также вопрос вычитания и деления. Правда? То есть это нас тоже будет интересовать. Вот. Значит, система остатков относительно, естественно, определенных операций вот этих вот обозначается вот так. Это прям можно себе записать. Вот это вот обозначение, каноническое обозначение. Вот это множество, состоящее из 0, 1, 2, так далее, М минус 1, но про которое всегда подразумевается, что все остальные целые числа тоже там. Просто они, как сказать, отождествляются. Скажем, целое число М, оно 0, а целое число М плюс 1, оно 1. А целое число М минус 3, это М минус 3. То есть их туда как бы все, туда как в стойло загоняются, эти целые числа вот так вот наматывают прямую из целых чисел на вот этот круг из остатков. 0. Нужно, кстати, вот правильно именно так и рисовать. Только 0, наверное, лучше вот здесь. Хотя, бог его знает, я даже не знаю. Вот, можно и так, и так. То есть вы наматываете эти остатки на колечко. И теперь целые числа, как прямая, она бесконечно раз обматывается вокруг этого колечка. И те целые числа, которые попали в одну точку, просто не различаются, считаются друг другу тождественными. В дальнейшем мы это будем называть термином гомоморфизм колец, имеющий какое-то там ядро. Вот, значит, мы переводим каждое число в его класс, в его остаток отделения на М. Вот, сумма чисел переводится в сумму остатков, в произведение в произведение остатков, то есть, ну, как выполняются все операции. Вот это вот, значит, естественный гомоморфизм. И у него будет тут вот нарисовано ядро. Ядро — это те, которые все перешли в точку 0. Ядро этого отображения. Ядром гомоморфизма, я сейчас какие-то страшные термины произношу, но лучше к ним привыкнуть постепенно. Гомоморфизм — это когда плюс переходит в плюс, а умножить — умножить. Ну, вообще, когда те операции, которые заданы, они сохраняются. В группах это достаточно только… Мы требуем только то, чтобы сама операция групповая сохранялась. В кольцах мы требуем обе операции сохранялись. Вот. А ядро — это то, что переходит в 0. Вот в 0 нулевой элемент отсюда, нулевой остаток переходит все кратные М. Ну, и вот в высоких учебниках всегда нарисована вот такая вот… Пусть она вам просто помозорит глаза. В высоких учебниках по алгебре очень быстро начинают рисовать вот такие вот длинные цепочки, картиночки. 0 переходит сюда, и это переходит сюда путем вложения. То есть, каждая МТ-кратная попадает в соответствующие. То есть, М, 2М, 3М и так далее, да, они просто здесь вложены в Z. Потом они вот сюда переходят путем взятия остатка, ну и все они тоже переходят в 0. Это называется короткая точная последовательность. Пусть тоже помозорят глаза, просто пусть будет. Короткая точная последовательность. Точная означает, что каждый раз ядро вот этого совпадает с образом пришедшего отсюда. Такое. Ну, это почти везде очевидно, кроме вот этого места. Вот. Ну, в общем, если вы когда-то захотите вот прям освоить гомологическую алгебру, что мне не удалось, то первый шаг — это вот это вот. Будут все время такие последовательности рисоваться. Но в данном случае речь идет просто о том, что мы берем остаток отдельно на М. И конечную арифметику строим вот такие таблички. И это будет наш, значит, важнейший пример. Кольца. Это всегда кольцо при любом М. Всегда кольцо. Ну, и, наверное, вы догадываетесь, когда оно окажется полем. Да, когда М будет простым. Этим мы займемся очень подробно. Другие примеры, значит, колец и полей, которые будут для наших целей нужны. Значит, ну, вот эти все факторы, значит, Z, Z от I, Z от ω будет кольцо чисел Эйзенштейна. Дальше, значит, при любом поле множество многочленов с элементами в этом поле будет кольцом. Так, это вот наш пантеон. А, еще мало мне, мало, еще Z от, Z от корень из вещественного числа D. Мне тоже очень будет нужен при решении некоторых уравнений. Так, не забыл ли я какие-то еще колечки? Ну, давайте напишем, это кольца. А поля у нас, соответственно, Q, рациональные числа. Z по PZ, ой, а где у меня Z? А, так я же не написал как раз вот Z по MZ и не написал. Я Z по MZ не написал. Значит, тут Z по PZ, то есть простое имеется в виду. Так, комплексные числа, вещественные позабыл, да? Вот, ну, пока хватит. Конечные поля, может быть, общего вида мы и коснемся. Конечные поля, посмотрим, как пойдет, общего вида. То есть не все конечные поля сводятся к остаткам. Есть еще. Так, ну, это, значит, поля у нас. Ну, групп у нас очень много разных будет, поэтому я их даже не буду выписывать сейчас. А уравнения, значит, и вообще, ну, что мы с вами изучим? Значит, прежде всего, рождественскую теорему фирма обязательно. Рождественская теорема фирма. Совершенно замечательный факт по своей красоте, который, все-таки, видимо, предположен фирма, доказан Эйлером. Заключается в том, да, да, и полная доказательность, которую мы будем изучать Гауссова. Это вот через Гауссовы числа. Оно заключается в том, что при простом П, который имеет вид 4К плюс 1, то есть дает остаток 1, 1 на 4, существуют целые, ну, или натуральные, неважно, х и у, такие, что П равно х квадрат плюс у квадрат. Это будет нами в максимальной подробности изучено. Это одна из моих самых любимых теорем вообще математики, поэтому я потрачу на нее значительное время, мы ее полностью докажем от начала и до конца. Вот, так, ну и как следствие уже в виде упражнений, видимо, решим полностью задачу о представимости числа в виде суммы двух квадратов, когда можно, когда нельзя, если можно, то сколькими способами, вот. То есть, там, ну, как бы, вот это идейно, это технически связанные с этой идейностью вещи. Дальше, здесь, вот к этой задаче примыкает очень красивая проблема Эрдоша, нерешенная. Ну, Эрдоша вы, естественно, знаете, да, уже? Эрдош – это единственное слово в русском языке, в котором ударение не падает на букву Ё. Тут в школе учили Юру, сына, и он это самое, он пришел, папа, ударение всегда падает на Ё, абсолютно всегда. Я говорю, а вот это не всегда. В слове Эрдош не падает. Ну, тут пришла моя жена и говорит, ну, это, говорит, имя собственное. Для них правила не пишутся. Пишутся про нависательные, а собственные могут вести себя как угодно. Вот, так что вроде как нарушений все-таки, наверное, исключений нет. Так вот, проблема Эрдоша о равных отрезках. Я сейчас ее прям сформулирую. Она формулируется так. Вот у вас есть N вот таких вот магнитов. И вы их должны расставить на плоскости так, чтобы как можно большее количество отрезков между ними оказалось одной и той же длины. Задача имеет точное решение на компьютере, типа, до N равно 50 примерно. Ну, интернет там в помощь. Ну, я так понимаю, для 100 уже не имеет. Вот, и дальше интересна, конечно, асимптотика. То есть, вот у вас есть очень много точек. Пусть N стремится к плюс бесконечности. Всего отрезков C из N по 2, то есть порядок N квадрат, если совсем грубо, да, до константы и до всего. А сколько из них можно уравнять? Вот это вот F от N чему равно? Мы научимся делать константу на N, причем любую. Это означает, что мы научимся делать некоторую очень медленно растущую функцию F от N, умноженную на N. То есть мы немножко, немножко, немножко улучшим линейность. И при этом это все, что известно науке. То есть никто на свете не умеет строить даже C на N в степени 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ни при каком эпсилон никто не умеет строить на плоскости растущее число точек. То есть конфигурировать растущее число точек N так, чтобы количество равных отрезков было равно N в некоторой степени больше единицы, не умеет никто на Земле. Это великая нерешенная проблема 62-го, кажется, года. Я точно не помню какого. Что интересно, что совершенно непонятно на самом деле, это вот кто-то, ну, просто конструкцию какую-то очень хитроумную не придумал до сих пор. Или все-таки ответ. Вот это тот случай, когда я некоторое время пытался вникнуть в эту задачу, я не могу понять. Моя интуиция не подсказывает, верно ли, что нельзя, или просто пока не придумали что-то очень хитроумное. Но сверху поджимает N в степени 4 третьих, то есть полный позор. Доказано только, что нельзя сделать N в степени 4 третьих равных отрезков на константу. И вот этот зазор между N в первой и N в степени 4 третьих, вот он как бы, он представляет собой исключительно, исключительный вызов человечеству, при том, что задача просто детсадовская. То есть, ну, сформулировать можно любому ребенку. Вот, и вот та оптимальная конструкция с растущей φ связана как раз с вот этой вот рождественской теоремой фирма. То есть, она дается с помощью рождественской теоремы фирма. Это мы все тоже разберем. Так, 20 минут. Ага, а я еще перерыв не делал. Ну, ничего, сейчас я вкратце про остальные, да, про остальные теоремы, которые нами будут доказаны. Так, теперь я не очень понял, в ОКТЧ в первой части была теорема про первообразный корень? Нет. Будет. Обязательно. Значит, будет доказано следующее, что что в z по pz существует остаток а такой, что все ненулевые остатки отделения на p это все его степени. Ну, то есть, все его степени дают все возможные остатки ненулевые. Вот это вот равенство правильно написать три штуки и под ним p сравнимо по модулю p. То есть, совпадают как множество остатков после взятия вот этого гомоморфизма по модулю p. Вот. Вот такой остаток называется первообразный корень. Да, и нужно писать для любого p. Для любого простого p. Такой остаток называется первообразный корень. В некоторых книгах примитивный корень. Осторожно. В некоторых книгах примитивный. Но слово корень почему-то вот остается, тем не менее. Хотя мне кажется, что это совершенно не по делу. Какой корень. Почему корень-то? Просто остаток, да? Который перечисляет все остальные. Ну почему-то называется так. Вот. Докажем эту теорему обязательно. Двумя разными способами. Там оба доказательства очень красивые. Так. Ну, конечно, будет малая теорема Ферма. Собственно, она будет, видимо, раньше, чем все, что здесь написано. Малая теорема Ферма, а точнее будет теорема Эйлера. Теорема Эйлера. Это обобщение. И метод шифрования и РСА, если у вас еще не было его на других парах. Еще не было? Во. Будет. У нас тогда будет раньше, чем. Ну, очевидно, он будет где-то у вас на каких-то других предметах. То есть метод шифровки и передачи данных, который полностью связан с арифметикой вот этого кольца. Z, P, N, Z. Из вот этой теоремы Эйлера, из которой следует малая теорема Ферма о том, что А в степени П дает тот же остаток определения и на П, что и А. Всегда для простого П. Вот. Она обобщается для произвольного М, но некоторым очень аккуратным образом, то есть не напрямую совершенно. Вот. И вот это обобщение дает возможность шифровать данные. Дальше. Первообразный корень поможет нам построить правильный 17-угольник циркулем и линейкой. Сделать, проделать операцию, которую Гаусс проделал в 19 лет. Гаусса отец всячески отговаривал от занятий математикой. Он был филологом. И Гаусс получал первое образование в филологии. Отец говорил, что математика – это ни к чему на вид занятий. И нет смысла этим заниматься. А Гаусса его обожал. С самого детства все время что-то там делал, делал, делал. Вот. А потом в 19 лет он построил правильный 17-угольник циркулем и линейки, чего не могли сделать 2000 лет подряд. Это сразу стало известно на весь мир. И про его сына написали в газетах во всех, которые тогда были. И он сказал, я сдаюсь. Видимо, действительно у тебя сверхталанты, занимайся математикой. Все. Оставляю филологию. Все. И дальше он еще через несколько лет доказал докторская диссертация Гаусса. Просто зацените. Докторская диссертация Гаусса – это основная теорема алгебры. О том, что любой многочлен над комплексными числами имеет n корней. Ну, скажем так, раскладывается в произведении линейных множителей. Или что то же самое, любой многочлен имеет какой-то комплексный корень. Вот. Вот такие вот докторские диссертации были. Мне со своей докторской, конечно, стыдно рядом стоять. Но что делать? Вот сейчас век другой. Вот. Так что мы, значит, это… Да. Ну, кстати, основной теорема алгебры, наверное, в этом курсе мы не затронем. Вот. Но вот построение циркулемой линейки затронем. И вообще всю теорию, теория построения циркулемой линейки изучим. В частности, мы поймем, почему нельзя произвести три секции угла, то есть разделить произвольный угол на три равных части. Почему нельзя построить целый ряд других правильных н-угольников? Да, здесь правильный, конечно. И почему нельзя произвести квадратуру круга и удвоение куба? То есть, почему нельзя с помощью циркулемой линейки построить квадрат, площадь которого равна данному нарисованному кругу, и почему нельзя с помощью циркулемой линейки удвоить куб, то есть, грубо говоря, построить корень кубический из двух, если дан единичный отрезок. Вот это все будет выяснено, что нельзя, а 17-угольник можно, и это сделал Гаусс, это было совершенно невероятно, и более того, в Гетингене стоит ему памятник на 17-угольном постаменте, там, где он работал долгое время. Так, что я забыл? Так, я забыл про квадратичный закон взаимности, или он был в УКТЧ? А, отлично. Ну, так или иначе, мы все равно, он у нас все равно, ну, как бы сказать, он там, естественным образом, еще раз возникнет, там посмотрим, в какой степени его уже, там, может быть, пропустим доказательства. Вот. Ну и разные, вот такие еще приколы. Диафантовое уравнение имени Пелля. Вот такое. При любом d разобраться с решениями вот такого уравнения в целых числах x и y. То есть, на самом деле, задача исключительно важна, потому что что мешает здесь поставить 0? Что если d не квадрат, то корень из d число иррациональное. Это мешает здесь поставить 0. А вот если не 0, то какому первому значению это может быть равно? Ну, так это целое число, то, соответственно, 1 или минус 1. И вот оказывается, что уже это возможно бесконечным количеством раз. И, собственно говоря, это совершенно конкретной процедурой делается. Это, значит, то, что мы обязательно разберем, как это делается. Это теория приближения. По сути, приближение для числа корень из d строится из решения этого уравнения. Уравнение Пелля. Вот. Так. И с ним будет связано вот это кольцо. z корней из d. Множство единиц в нем — это как раз множество решения этого уравнения. Так. Ну, мы, значит, с помощью гауссовых чисел рассмотрим все пифагоровые тройки. Дальше с помощью чисел Эйзенштейна докажем теорему Ферма при n равно 3, великую теорему Ферма. Вот уже 3 было, да? Малая, рождественская и великая. Все 3 у нас будут. Но только великая будет при n равно 3. Дальше будут разные деликатесы. Это типа там будет, значит, ну, короче, дальше гипотеза АБЦ, эллиптические кривые и как пойдет. Что успеем, то успеем. Так. Понятен ли примерный план действий на весь семестр? Все. Тогда спасибо за внимание. Зовите всех. В следующий раз пусть встанут обязательно в 9, а потом уже не придется. А потом нужно будет к 10 сколько там приходить. Но в следующий раз 9. Потому что в следующий раз билеты в Майкоп. Ну, короче, на самолет после этого. Сейчас на поезд, а тогда на самолет.